К 50-м годам машины заполонили все. Хотя были причины гибели уже миллионов людей к тому времени. Ральф Нейдер, выступавший за права потребителей, был убежден, что автомобили неоправданно опасны в эксплуатации. Я называю 50-е годы эры патифонов в автомобилестроении. Превозносилась масса хромированной стали, масса мишуры, масса лошадиных сил. Инженеры тогда не находили себе применения, а в почете были декораторы. Общественность тогда принимала риск, как неизбежное следствие механизации транспорта. Безопасность, как товар, тогда не котировалась. С точки зрения безопасности, мирились с тем, что было. Большего и не ждали, поскольку не было никаких альтернативных моделей. А от правительства не поступало никакой информации относительно того, какие опасные драндулеты предлагаются людям. Частично проблема заключалась также и в том, что не задумывался никто о том, что в действительности происходит во время удара автомобиля. Исследований подобного рода не велось. Никто не занимался проблемами аварий и катастроф. Не было никаких наработок в целом. Потом кто-то занялся одним аспектом другим, а потом стали сопоставлять все вместе. Продолжение следует...